это делается для того чтобы не набирать все петли на одной спице а затем их распределять на 4 будем упрощать себе работу одна петля заворачиваем кусочек остаток нитки чтоб не размотался второй опять обмотаем вокруг что такое кратные четырем это значит количество петель должны ровно делиться на 4 добавляя еще различные цвета то есть допустим темная светлая там рыжая красная зеленая синяя будет как светофоры носке подъем ноги большой тут есть подъем такой до более такой высокий сделайте пятку поглубже теперь будем вязать дальше пятку укороченными ретами и как мы вышли из положения чтобы наш узор на лицевой стороне не нарушался как закрывать высок носка сейчас это с вами сделаем мы справились с этой работой мы связали носок и мы молодцы обязательно оставляйте свои фотографии у меня на страничке в одноклассниках чтобы мы тоже полюбовались и вашими изделиями вяжем простой носок с ленивым жаккардом этот узор называется ленивый жаккард почему ленивый для того чтобы не переплетать сразу две контрастные нитки а в ленивом жаккарте вяжется сначала одним цветом затем другой ряд вяжется другим цветом поэтому он называется ленивый жаккард либо ленивом жаккарте снимаются просто петельки те которые обычно провязываются в простом жаккарте пятка бумеранг резинка мысок и так приступим дорогие мои для этого берем две контрастные нитки приготавливаем можно сделать какую-то смесовку все что вам нравится количество петель для рисунка и в том числе но уже с резинкой как идет должен делиться на 4 данном случае у меня на одной спицы будет по 8 петель и так берем темную нить немножко отмеряем ее беру сразу пока две спицы завожу с обратной стороны это получается у меня одна петля но она не в счет потому что мы потом он закрывать в круг и набираю 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 вытягиваю аккуратненько одну спицу кладу ее на место сюда же опять беру нить и набираю опять 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 затем аккуратненько вытягиваю вот эту нижнюю нить нижнюю спицу так чтобы 8 первые петель оставались на этой спице затем опять беру следующую спицу затем опять беру следующую спицу точно также прикладываю ее уже ко второй спице первая спица у нас в свободном плавании и набираю опять 8 петель 1 2 2 4 5 6 7 8 точно так же аккуратненько вытягиваю нижнюю спицу оставляю 8 петель оставляю сторонку берут следующую четвертую спицу и точно так же набираю 8 петель это делается для того чтобы не набирать все петли на одной спице а затем их распределять на 4 будем упрощать себе работу 1 2 3 4 5 6 7 8 точно так же вытягиваем спицу спицу все мы набрали свои петли для вязания носка сколько вы будете набирать петель смотрите сами главное чтобы он делился на 4 итак теперь складываем аккуратно спицы квадратиком там где у нас было начало и была вот эта скрученная петелька и вот здесь на левой стороне у нас остается рабочая нить нам надо закрепить первую изначальную петлю перекрученную я ее допустим вот так делал я ее провязываю так что я лишние нитки взяла вот она рабочая нить наша первая перекрученная петелька я ее провязываю провязала затем беру последнюю петлю эту провязанную перекидываю на левую и первую петлю последнюю петлю которую мы провязали на 4 спицы я ее перекидываю ну то есть соединяем в круг эту нить подтягиваем все у нас здесь осталось 8 петель и на первой спице осталось 8 петель теперь вяжем все петельки узором резинка кто хочет вяжите 2 на 2 то есть 2 лицевые 2 изнаночные кто хочет вяжет 1 на 1 то есть 1 лицевая 1 изнаночная я буду вязать 1 лицевая 1 изнаночная 1 спицу провязали переходим на вторую и продолжаем вязать нашу резинку вяжите резинку высотой ту которую вы считаете для себя необходимой после того как провязали резинку вводим работу дополнительную нить 1 петля заворачиваем кусочек остаток нитки чтоб не размотался второй опять обматывая вокруг 3 петля затем 1 лицевая подымаем 1 2 3 подымаем 1 2 3 петлю подымаем не провязывая переходим на вторую спицу и провязываем то же самое 1 2 3 петлю подымаем не провязывая 1 2 3 петлю подымаем 1 2 3 петельку подымаем и так все вяжем по кругу количество петель на спицах у вас должно равняться делимая на 4 заканчиваем последние спицу провязываем здесь получается заканчивается снятая петля затем вяжем второй ряд все повторяем опять 3 петли провязываем 4 снимаем и провязываем 4 снимаем и так все вяжем по кругу до конца после того как вы провяжите второй ряд теперь провязываем все петли лицевыми вяжем третий ряд то есть и снятую петельку провязываем и все остальные так мы вяжем еще два ряда но при этом уже и так первый ряд и еще один ряд в общей сложности получается что светлой нитью провязано 4 ряда первые два ряда мы снимали темную петлю 3 светлых одна темная снимается и затем два ряда провязывается все петли светлыми заканчив все ряды берем теперь нашу темную ниточку и вяжем следующим образом здесь у нас петля была поднята то есть первые три светлые потом подымали теперь нужно сделать так чтобы вот эти три посередине петли от темной нити они провязывались а вот перед этой третьей петлей и после этой третьей петлей это будет подыматься то есть вот в этот вот как бы квадратик получился до полу квадратик а здесь вот посередине первая вторая третья петля и вот эта петелька будет подыматься и здесь тоже самое вот эта петля будет подыматься значит первому провязываем затем светлую подымаем раз два три 3 теперь эту петлю подымаем и дальше раз два три вот так вот подымаем раз два переходим на следующую сторону 3 3 петля 5 подымаем опять раз два три петлю подымаем смотрите чтобы не нарушался рисунок может где-то какая-то ошибка будет или вы пропустили что-то лучше пока вы недалеко ушли еще проверяйте и так счет такой идет 3 петли провязывается 1 подымается 3 петли провязывается 1 поднимается не провязанная принципе и все вот эти тут неправильно уже вижу по 313 один опять раз два три один раз два три один раз два переходим на следующую спицу 3 поднимаем раз два три поэтому я вначале вам и сказала что количество петель должно кратное быть четырем что такое кратное четырем это значит количество петель должны ровно делиться на 4 значит допустим на 4 на одной спице набрано допустим 8 петель или 12 петель на чтобы они делились а на 4 и так мы провязали один ряд темной нитью теперь вяжем второй ряд тоже также темной нитью все повторяю там где была петля темная провязана мы провязываем светлую поднимаем опять все провязываем светлую поднимаем то есть мы повторяем наши ряды те которые мы вязали в начале итак все провязываем до конца и до начала там где мы начинали провязываем так мы провязываем все 4 спицы закончили второй ряд и теперь следующие два ряда все вяжем и провязанные петли и снятые петли все вяжем по кругу и так 2 ряда вот принципе весь узор видите как получилось провяжу сейчас два лицевых ряда и затем начнем вязать уже 5 светлой нитью закончили два ряда темной нитью опять берем светлую нить и повторяем то же самое то что у нас было здесь первом ряду три светлых одну темную снимаем пять раз два три одну снимаем снимаем и переходим на следующую спицу как вы понимаете у нас узор периодически повторяется только меняется цвет нити и снятые петли стоят в шахматном порядке что могу еще сказать девчонки вы вот эти вот нити можете менять добавляя еще различные цвета то есть допустим темная светлая там рыжая красная зеленая синяя будет как светофор или мафор здесь фантазия ваша не ограничено можете попробовать остатки пряжи маленькие клубочки что-то сделать но принципе и так хорошо и так надеюсь узор вы поняли вяжем до пятки затем пятка бумеранг и вот здесь надо сделать так чтобы у нас не нарушался рисунок то есть здесь как положено провязывать 2 2 ряда да так он должен быть у нас и провязан сейчас я тоже провяжу свой второй носочек до пяточки и потом мы с вами встретимся и начнем вязать пятку таким образом так довязали свой носочек до того момента где у нас будет пятка померили посмотрели теперь нам надо перейти на темную нить для того чтобы вязать носок то есть пятку мы делаем провязываем две спицы согласно узора то есть темной нитью здесь получается три темных и светлой подымаем не провязывая переходим на вторые две спицы со стороны пятки и провязываем полностью темной ниткой без рисунка это и будет наша пяточка на этой стороне завязываем до конца поворачиваем изделие на изнаночную сторону и вяжем в обратную сторону здесь будем вязать пятку треугольную или пятку бумеранг раз дойдем в обратную сторону по изнаночной стороне и уже на лицевой стороне начнем убавлять петельки для формирования треугольника переходим на лицевую сторону убавление петель будем делать в начале ряда и в конце ряда 2 петли вместе идем в конец спицы доходим до конца спицы но не довязываем 3 петельки здесь сделаю таким образом вот это вот одно из трех то есть 1 снимаю вторую провязываю перекидываю непровязанную то есть закрываю петли с наклоном влево и последняя кромочная изнаночная переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем все по изнанке возвращаемся в конец спицы и переходим на лицевую сторону изнаночный ряд переходим опять на лицевую сторону 2 петли вместе идем в конец спицы здесь тоже так же закрываем две петли вместе идем на изнаночную сторону вяжем все по изнанке таким образом закрываем петли обеих сторон по лицевой стороне до тех пор пока на спице у меня не останется то количество петель которое мне необходимо в основном это берется то количество петель которое было на одной спице но можно сделать и немножко поменьше чтобы пятка была углубленная здесь глубина пятки еще зависит от размера если у человека подъем ноги большой надеюсь вы понимаете о чем я говорю то есть если вот здесь носки подъем ноги большой тут есть подъем такой до более такой высокий сделайте пятку поглубже то есть при убавлении петель закрывайте петли и оставьте здесь этим меньше допустим если у вас на спице там допустим 12 петель здесь оставляем 12 то тогда здесь можно оставить 8 петель или 6 петель и пятка будет глубже у вас острее и вот это вот часть когда будет пошире это опять индивидуальность каждой ножки в основном я закрываю то количество петель вернее оставляю то количество петель которые у меня на одной спице но вы там смотрите уже по своей специфике своей ноге итак я продолжаю закрывать петли с обеих сторон и потом встретимся дальше я закончила пяточку теперь я вдоль вот этих вот кромочных петель наберу петельки подыму из кромочных петель обычно здесь идет половина петель которые у вас на одной спице но возможно и будет чуть чуть больше если пятка глубже но все равно набирайте все петельки сколько есть чтобы не было дырочек просвета если тяжело поднимать петли то возьмите крючочек чтобы было удобнее что мучиться если спица не подцепляет да крючок всегда вам в помощь ну и вот здесь чтобы не было большого расстояния тоже сделаем одну петельку если она будет потом лишнее мы ее потом сократим главное не было дырочки теперь переходим на лицевую сторону и здесь вяжем по рисунку по рисунку у нас идет 2 2 ряд темная здесь поднимаем опять три темных поднимаем в 3 поднимаем так делаем оборот и возвращаемся к пяточки здесь со стороны пятки тоже также добавляем петли поднимаем их из кромочных на одинаковом расстоянии подняли петли теперь провязываем половина петель отсюда с пятки то есть надо распределить распределили чтобы было удобнее вязать теперь нам надо что сделать вот такая вот пятка треугольная получилась а здесь на со стороны лицевой стороны нам надо провязать как бы еще два ряда для того чтобы закончить здесь рисунок да чтобы здесь был узор у нас законченной провязываем еще один круговой ряд все петельки провязываем и которые мы подняли возвращаемся на лицевую сторону здесь тоже все провязываем темной нитью так как это у нас идет рисунок делаем полный оборот и возвращаемся в начало пятки сначала пяточки мы вернулись теперь будем вязать дальше пятку укороченными рядами для того чтобы сокращать наш треугольник и формировать из него пятку мы делаем мы идем в конец пяточки то есть вот сюда вот в конец пятки идем здесь я не довязываю одну петлю поворачиваю изделия иду в обратном направлении вот эту первую петлю снимаю не провязываю остальные все петельки вяжутся здесь точно также не довязываю одну петельку вот она осталась а вот на спице опять поворачиваю на лицевую сторону снимаю первую петлю не провязывая и иду в конец спицы там точно также я не довязываю уже вторую петлю делаю оборот вот я не довязала вторую петлю вот первая петля была вторая осталась а ворачиваю первую петельку снимаю иду в начало спицы или в конец таким образом мы провязываем укороченными рядами не довязывая в каждом ряду по одной петле количество оставленных петель не провязанных увеличивается до тех пор пока у меня на спице останется то количество петель которые я начинала в начале пятки вот здесь вот когда мы сокращали у нас здесь осталось и количество петель теперь мы опять как бы сокращаем это же количество петель у меня должно остаться на спице так я продолжаю вязать укороченные ряды до тех пор пока у меня на спице не останется мои 12 петель поворачивая вот здесь уже две петли не довязала не забывайте что вот эту петельку всегда надо снять остальные провязываются заканчиваем вязать пяточку и встретимся дальше так я закончила вязать укороченные ряды вот видите на этой спице у меня остались не провязанные петли с этой стороны тоже есть не провязанные и то количество петель которые мне надо у меня остались а на спице теперь чтобы нам перейти в эту сторону нам надо поднять вот эти вот не провязанные петельки что мы делаем мы их провязываем но здесь остается дырка чтобы этого не было мы сзади поднимаем вот так вот петельку да вот тут у нас же есть как бы делаем накид из протяжки и провязываем их вместе то есть накид и петлю провязываем вместе петельку вот теперь мы вернулись на лицевую сторону и здесь мы довязываем последний четвертый ряд по рисунку вот девочки как мы вышли из положения чтобы наш узор на лицевой стороне не нарушался завязываем узор следующую спицу подошли к пяточке провязываем петлю первую здесь у нас образуется опять пространство поднимаем из протяжки нитку и провязываем ее вместе с петлей опять из протяжки вытаскиваем петельку надеваем на спицу и провязываем вместе с петлей еще раз и так мы закрываем все петли завязывая их еще раз теперь делим их пополам чтобы было удобно вязать вот наша пятка связана формирована вот она немножко получилась закругленная но не так как остренькая но ничего страшного на ноге тоже она сидит удобно и теперь провязываем сюда до конца и выходим на нашу рабочую светлую нить чтобы вязать уже следующий узор вот вернулись а в начало нора и теперь берем светлую нитку и продолжаем вязать наш взор теперь хочу сказать насчет пятки если у вас в области пятки осталось сформировала и запуталась если в области пятки у вас больше петель чем положено для рисунка то есть надо будет сокращать петельки то есть как бы вязать еще и клинышек да вот эти лишние петельки сократить как выходить из этого положения чтобы не нарушать рисунок сейчас я вам это расскажу итак количество петель больше у меня допустим здесь 12 петель здесь у меня если я пополам поделила у меня немножко больше раз два три 4 5 6 на одну петлю больше но одна петля это не страшно ее можно сразу сократить чтобы получилось 12 петель то есть здесь по рисунку идет светлая нить у меня я ее сразу 2 вместе здесь поднимаем петлю и опять три петли светлые здесь поднимаем 1 2 3 и здесь 1 поднимаем теперь посмотрим что у меня на этой стороне сколько петель должно быть тоже 12 1 2 3 4 5 6 ну вот здесь вот 12 13 14 на одну петлю у меня здесь больше ну давайте мы ее тоже сразу одну петельку сократим провяжем их вместе 3 светлые 1 темную снимаем опять раз два три провязали темную сняли 1 2 смотрите здесь должна быть темная а здесь одна светлая значит если я здесь сокращу сделаю одну и вот эту вот темную я снимаю все я вписалась а в узор и петельки у меня на месте я все их распределила и теперь я буду вязать этим узором до мысочка и затем уже встретимся когда будем закрывать мысок петлю мысок петлю будем закрывать мысок носка ну что ж удачной вам работы и встретимся чуть чуть попозже это был готовый носок это я уже довязала и теперь будем закрывать мысочек как закрывать высок нас к мы сейчас это с вами сделаем и так выбираем половину носка там где пятка правильно первую петельку я снимаю затем две петли вместе за передние стенки камеру чуть чуть за передние стенки дальше иду до конца спицы вижу вторую спицу потому что это половина носка будет не довязываю 3 петли потому что вот эта петля будет как бы посередине вот эти две петли нам надо будет провязать вместе первую петлю я снимаю вторую провязываю затем снятую петлю перекидываю назад и последняя петля для чего чтобы был вот такой вот шовчик вот такой шов был вот эти вот две петли они будут посередине с обеих сторон идет закрытие петель теперь переходим на следующую половину стороны стопы получается первую петлю провязываем потом две петли вместе за переднюю стенку немножко их вот так вот подтягиваем если они у вас туго и с обратной стороны подхватываем спицу и провязываем две петельки вместе опять идем в конец спицы довязываем вторую спицу подходим к боковой стороне там где нам надо соединить две петли вместе и первую петельку снимаем вторую провязываем перекидываем и последняя петелька теперь поворачиваем опять уже это лицевая сторона как бы спереди и продолжается все то же самое первая петля здесь снимается затем две петли вместе я провязываю за переднюю стенку вот так вот остальные петельки провязываем идем на вторую половину носка вот дошли до второй боковой стороны здесь опять три петли остаются опять петлю снимаем вторую провязываем снятую перекидываем и последняя петля лицевая одну половину боковую мы провязали переходим на со стороны подошвы и продолжаем все делать то же самое таким образом мы закрываем петельки с четырех сторон то есть у нас здесь спица здесь спицы здесь спицы с этого края открываем вначале здесь закрываем в конце да две спицы сюда поворачиваем то же самое здесь вначале закрываем там в конце закрываем таким образом мы закрываем петли и у нас образуется уголочек закрываем до последнего пока у нас остается несколько петель на я потихоньку закрываю кусочек давайте еще раз посмотрим как это делается я уже перекинула на две спицы чтобы было удобнее итак первое снимаем вторые две петельки за передние стенки здесь переносим закрываем последняя петля перехожу на следующую сторону тоже также первое снимается где а вместе за передние стеночки потому что это начало вязания и 2 1 снимаем 2 провязываем снятую перекидываем и и последняя опять возвращаемся на эту сторону осталось и вот меня под 4 петли все закрываем эти последние 4 петельки и вместе затем остальные виды и моим перекидываем вот осталось и две петли на эту сторону то же самое 2 вместе задней передние стенки снимаем кидаем снятая так осталось и две петли все две петли вместе вместе с этой стороны две петли вместе с этой стороны осталось и две петли теперь эти две петли тоже так же закрываем вместе последний рывок две вместе осталась одна петелька давайте просто закрепим ну вот обрезаем затем вытаскиваем этот хвост на изнаночную сторону берем крючок кому как удобно поддеваем его лицевой стороны вытаскиваем на изнанку теперь с изнаночной стороны этот хвостик вытягиваем побольше чтоб он сильно не торчал и концы просто закрепляем вот так у меня две ниточки я их просто соберу сейчас на узелок завяжу чтобы не распускалась в общем закрепляем насмерть и концы еще раз потому что в процессе носки всякое может получиться чтобы носок наш не пополз в самом неподходящее время все в чем вот этот конец которого мы начали вязать его тоже прячем немножко обрежем сильно длинные вот таким образом вдоль лицевой петли до вас изнаночные на здесь вот изнаночная а внутри она лицевая строчка идет и вот так вот вдоль этой строчки продеваю нитки и прячу его затем что у нас здесь еще какой конец это вот начало светлые нити светлую нить тоже помощью крючка происпускаю через ручку вот эту вот светлую сильно тоже не надо длинненькие отрезаем лишнее ну вуаля носок наш готов мы справились с этой работой мы связали носок какие мы молодцы ну и вы тоже девочки не не забудьте связать поделиться каким носок какие носки у вас получаются обязательно оставляйте свои фотографии у меня на страничке в одноклассниках чтобы мы тоже полюбовались и вашими изделиями на этом все до свидания спасибо вам за внимание всем пока пока всех целую и обнимаю до следующих встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok